Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наши встречи в концертном зале Ельцин-центра героями, которые становятся талантливые артисты, победители международного конкурса пианистов памяти Веры Латар Шевченко. Сегодня, как и два года назад, на этой сцене будет играть наш гость Алексей Вакер, который стал лауреатом второй премии конкурса памяти Веры Латар Шевченко в 2014 году. Алексей Вакер – пианист, который родился в городе Томск, он сибиряк. С этим городом связано его начальное музыкальное становление. Он окончил детскую музыкальную школу и Томский музыкальный колледж. А в дальнейшем поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных, где учился у известных талантливых педагогов Натальи Кудряшовой и Натальи Русановой. Важными в его музыкальной карьере оказались победы, одержанные в международных конкурсах разного уровня. Это международный конкурс под названием «Романтизм, истоки и традиции», конкурс памяти Веры Латар Шевченко, где был удостоен звания лауреата второй премии. Санкт-Петербургский конкурс пианистов имени Марии Юдиной обернулся званием лауреата первой степени. В дальнейшем Алексей Бакер участвовал и в других конкурсах. В частности, это были 15-е дельфийские игры. Они проходили в Тюмени. И здесь наш гость был удостоен золотой медали. Все эти победы позволили ему в дальнейшем отстаивать честь российской исполнительской школы на международном конкурсе пианистов-виртуозов в Соединенных Штатах Америки в городе Филадельфия. И компетентное жюри было настолько покорено его игрой, что удостоило его сразу двух наград. Это было звание лауреата первой премии и наивысшая награда конкурса – Гран-при. Эти победы сделали имя Алексея Бакера известным в профессиональном музыкальном мире, открыли ему дорогу на сцены российских городов, а также на международную концертную сцену. Ему аплодировали и в Париже, и Леоне, и Страсбурге, Каннах, Неаполе, Байрёйте. В настоящее время Алексей является ведущим преподавателем по классу фортепиано специальной музыкальной школы при Российской академии музыки имени Гнесиных. Он проводит мастер-классы. Интересным было событие летом прошлого года в фестивале русского искусства, который проходил во Франции, в Каннах. А совсем недавно он стал участником совместного международного театрального проекта России и Германии. Причем участвовал в нем и как пианист, и как композитор, который написал музыку к нескольким театральным сценам. А весь этот спектакль, который стал результатом этого сотрудничества, был представлен сразу на сценах трех городов в Москве, Берлине и Байрёйте. Сегодня нас ждет фортепианный вечер, сольный вечер в двух отделениях, где первое окрашено в романтические тона, а второе, русское отделение, будет представлено музыкой Чайковского и Рахманинова. Первое отделение в определенном смысле можно было бы назвать монографическим. Будет звучать только музыка Фредерика Шопена. Это музыка для фортепиано, которая представляет все самое неповторимое, оригинальное в творчестве польского романтика. По словам Артура Рубенштейна, Шопен именно бард, рапсот, дух и душа фортепиано. Для своего вечера Алексей выбрал произведения самых разных жанров, представляющие очень разного, непохожего Шопена. Утонченного и драматического, исполненного лирикой и наполненного героической патетикой. Наш вечер откроет «Ноктюрн рэ бемоль мажор», произведение, созданное в 1836 году. Это сочинение совершенное, несравненное в своем очаровании, как считают исследователи, было написано под впечатлением встреч с Марией Вадзинской. Итак, Шопен, «Ноктюрн рэ бемоль мажор», опус 27 номер 2. Я приглашаю на эту сцену лауреат международных конкурсов Алексей Вакер. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Это лирический додиас минорный вальс с его легической грустью и ля бемоль мажорный вальс с его парижским колоритом, впрочем, без того виртуозного блеска, который присущ близким ему танцевальным миниатюрам. Два вальса, опус 64. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Романтический дух» ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Фортепианная музыка самого Сергея Васильевича Рахманинова будет связана с двумя ведущими жанрами, которые представляют его зрелый фортепианный стиль. Это музыкальные моменты, которые завершают ранний период его творчества, и вторая тетрадь этюдов картины, которые волею судьбы стали последним произведением, написанным композитором в России. Рахманиновские этюды картины – это последние великие этюды романтической эпохи, которые соединяют сложные виртуозные исполнительские задачи с глубиной содержания, оркестральное звучание фортепиано и поистине картинную яркую зримую выразительность. Так, два этюда из того собрания, которое будет вам предложено, оказались связаны, по признанию Рахманинова, с живописными прообразами. Это картины Арнольда Бёклина. Доминорный этюд картины связан с его полотном под названием «Волны». А вот второй, ля-минорный, по признанию самого автора, он называет «Море и чайки», а многие считают его островом мертвых в миниатюре, сравнивая с симфонической поэмой. Итак, Сергей Рахманинов, «Четыре этюда картины» из второй тетради, опус 39. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!